Всем привет ребята, с вами Джофф и это снова передача инфа супертеста. Сегодня мы обсудим две карты, которые изменились на супертесте патча 0.9.6 и обсудим один новый танчик премиумный, который скоро появится или в премиум магазине, или возможно будет выдаваться варгеймингом за какие-то акционные активности. Но сначала о картах. Супертеста сообщили, что карта песчаная река в патче 0.9.6 очень сильно изменится и эти изменения, в принципе, как по мне, будут вполне положительные. Итак, область номер 1. Тут разработчики сделают более удобный подъезд для игроков с левой базы. Не секрет, ребята, что гурка на А1 была больше удобна правой базе, а с левой, чтобы туда добраться, надо было проезжать через центр, подставляться под вражеские снаряды, ну и в целом это было достаточно проблематично сделать. В патче 0.9.6, я так предполагаю, разработчики через первую область делают более удобный подъезд к точке А1 и игроки с левой базы больше не будут подставляться, так как это было раньше. Теперь насчет области номер 2. Там, ребята, разработчики решили сделать меньше наклон этого самого холма, потому что в режиме штурм оттуда было очень сильно удобно расстреливать всех защищающих свою базу. Опять же, полностью поддерживаю их решение, потому что я сам делал отдельное видео по тому, как на самом деле на песчаной реке в режиме штурм верхняя база, которая атакует, просто превосходит по всем каким-то позициям нижнюю базу, которая защищается. Область номер 3. Тут опять же, ребята, продолжается операция утюжок и идет сглаживание местности. То есть, такого большого резкого холма больше не будет, и он будет, я так предполагаю, где-то на одном уровне с городом, ну, может быть, чуть-чуть повыше. Опять же, это затруднит деф правой базы, но при этом облегчит атаку для игроков с левой базы, потому что, по моему опыту, вскрыть анальный деф с правой базы было намного труднее, чем атаковать каких-то анальных деферов с левой. Еще разработчики в 4-й области убрали такую небольшую нычку, где обычно какие-то потасау могли стоять, прятаться от арты и отстреливаться по длине тем, кто атакует правую базу. Не знаю, насколько это правильно, но убрали так и убрали. И еще, ребята, очень правильное изменение было в 5-й области. Там была уменьшена высота бархана, фикс очень имбового слота для танков с правой базы. Вы сами могли заметить, что туда очень часто приезжают танчики с непробиваемыми башнями и хорошими УВНами. Это Т-34, Т-32, да и даже советские танки туда очень часто остановились. Они могли подсвечивать весь вражеский раш, и если вдруг артиллерии не было, то выкурить их оттуда было просто невозможно. Это просто ломало весь раш игроков с левой базы на правую. Вот, и на этом направлении было очень трудно сделать, потому что, с одной стороны, тебя троллят под светом и стреляют в корму, с другой стороны, с четвертой области тебя тоже прессовывают, ну и, собственно, с двух сторон тебя расстреливают, и ты ничего не можешь сделать. Опять же, ребята, очень правильно. Ну и под конец, ребята, то, что выделено зеленым, это шестая область, там сделан более проходимый ландшафт. Теперь эти зоны можно использовать как еще одно направление, также там увеличено количество выездов с оврагов. Опять же, ребята, тоже очень правильное изменение, потому что вот эта водичка, она, в принципе, не использовалась никем. Да, иногда туда какие-то потасау поджимались, падали, какие-то стыжки иногда туда заезжали, но это чаще всего делалось от безысходности и от того, что ты уже не знаешь, где спрятаться от врагов, когда твоя команда сливается. Вот, сейчас, я так понимаю, разработчики хотят сделать это реально активной областью, чтобы центр песчаной реки, не верхний центр и нижний, а именно сам центр карты, хоть как-то использовался. Я так понимаю, вода там останется, но это будет такая заболоченная местность, может быть, они ее немножко приподнимут, и в целом она будет лучше использоваться. Переходим к следующей карте. Это у нас Карелия. Тут не так много изменений, но они тоже есть. Во-первых, область 1. Тут добавлен камень, чтобы уравнять силы атакующих в штанах с правой базы, с правой верхней базы. Я бы даже не сказал, что это усиление правой верхней стороны, а не левой нижней, потому что слева игроки тоже поднимаются в штаны, тоже могут поджаться под этот камень, спрятаться от артиллерии, которая, понятное дело, по штанам всегда в начале боя работает, и тоже отстреливать тех, кто там поднимается с правой верхней стороны. Надеюсь, вам понятно, что я только что сказал. Итак, область 2. Тут вот эти вот камешки, которые там стояли, разработчики их передвинули ближе к центру, то есть, чтобы еще больше усилить позиции правой атакующей стороны. Потому что, опять же, вы уже сами знаете, что с левой базы там были большие огромные камни, под них было удобно поджиматься, вот там было удобно с них отстреливаться по штанам. Ну, а с правой базы, с верхней, там тоже были камешки, но, по-моему, таких прям огромных их там не было. Вот, и они были немножечко подальше. Разработчики решили их чуть-чуть ближе подвинуть, ну и, в принципе, это правильно. Ну и, наверное, самое главное изменение на карте Карелия, ребята, это подъезд с правой верхней базы. Вы, ребята, знаете, что между подъездами в штаны на Карелии, между двумя базами, есть очень большая разница. Если нижняя база резко выскакивает из-за угла и светится только, когда она уже практически заезжает в штаны, то правая верхняя база, она начинает светиться еще задолго до того, как имеет возможность заехать штаны. То есть, на протяжении всей вот этой большой длины. Я так понимаю, разработчики решили это исправить, и теперь у правой верхней базы тоже будет такой вот резкий угол, из-за которого они будут выскакивать и светиться буквально только в последний момент. Это, на самом деле, очень серьезное преимущество для правой верхней базы. Вот, ну это мои такие предположения, что там было изменено. Но я думаю, дела обстоят именно так. Просто я реально по своему боевому опыту знаю, что с левой нижней базы резко танки выскакивают, и ты иногда даже не успеваешь по ним отстреляться, а справа верхней они засвечиваются задолго до подъезда, ты можешь их и на гуслю поставить, и обстрелять, и хп, конечно, они теряют посерьезнее. Вот такие вот, ребята, изменения, не такие большие, но в целом тоже, как по мне, позитивные. Ну и, наконец, последнее, ну и, наверное, для вас самое интересное. На супертесте появился новый премиумный танчик, который называется ИС-5. С виду, ребята, он очень похож на ИС-8, который у нас уже есть сейчас на девятом уровне. Такая же форма лба башни, такая же форма лба корпуса, да и, в принципе, сам корпус тоже очень похож. За что его будут пока выдавать или продавать, я пока что не знаю, ребята. Возможно, будет просто продаваться в прем-магазине, но я почему-то в этом сомневаюсь. А, скорее всего, его будут выдавать за какие-то акционные активности. Возможно, какие-то личные боевые задачи новые, возможно, какой-то еще один марафон, ну или что-то другое. Итак, давайте посмотрим на его характеристики. Что у нас там есть? Что, ребята, меня лично печалит, это то, что пушка у нас, опять же, та же самая, которая есть и была до этого еще на 100-500 танках. Это обычная Д-25Т. 175 пробития, 390 урона, 2000 ДПМ, то есть все то же самое, что ИС-6. Я не скажу, что Д-25Т плохая пушка, в принципе, нормальная, но появившись на еще одном танке, на 25-м по счету, она немножечко надоедает. Ну, скучно с одной и той же пушкой играть, хотелось бы что-то новенького, оригинального геймплея. Но разработчики решили поставить именно это орудие, а возможно, оно там исторически было. Хотя, конечно, история это такое, в нашей игре она не всегда соблюдается. Но в любом случае, ребята, 175 пробития, 390 урона, точность 0.44 печальная, сведение печальное, ну, в общем, классическая советская бабахалка. По поводу подвижности. Она у ИС-5 будет хорошая, наверное, где-то на уровне ИС-3. 700 лошадей движок, почти 15 лошадиных сил на тонну, максималка 42 километра час. В общем, ребятки, машинка будет весьма подвижная. Ну и, наверное, самое интересное, что там, ребятки, по броне. Что там, что там по броне. 1550 хп, нормально, в принципе. Ну, а по броне, ребята, 120 миллиметров ВЛД под наклонами, 120 миллиметров борта. И, я так понимаю, там еще есть и экраны. Плюс 200 миллиметров лоб башни, тоже под наклонами. В целом, ребята, мне броня этого танка очень сильно напоминает ИС-8, как я уже вам говорил. Те же самые хорошие наклоны. И если, если у ИС-5 будет порезанный уровень боев, а у него ведь Д-25Т, а там всего лишь 175 пробития. И, конечно, странно было бы давать ему полноценный уровень боев на восьмом уровне. То этот танчик обещает быть весьма и весьма интересным. Потому что у ИС-8, как для девятого уровня, броня, ну, не очень хорошая. Он по большей части берет своей подвижностью и хорошей скорострельной пушкой. Вот. Но если у ИС-5 при примерно такой же броне, он будет на восьмом уровне и с порезанным уровнем боев, вот там его броня может заиграть новыми красками. Все-таки 120 мм лоб под наклоном. Да, там, конечно, есть НЛД. Но при этом еще есть, ребята, и башня. 200 мм тоже под хорошими наклонами. В общем, машинка обещает быть интересной. Вот что тут, ребята, не очень интересно, так это УВНы. Не считая того, что у нас пушка весьма слабенькая и касая, так еще и УВНы у нас минус 3. Всего лишь минус 3. Это значит, что у нас, как и у некоторых китайских танков, пушка вообще не будет опускаться. Вот вы сейчас играете на КВ-85. Вот примерно так же само минус 2, минус 3. И это полная печаль, конечно, на наших перепаханных картах. Но, с другой стороны, опять же, ВЛД офигенный, башня офигенная, да и в целом броня лобовая, да еще, наверное, экраны по бортам. В общем, посмотрим, что из себя танчик будет представлять. Кактусом он однозначно не будет, но вопрос весь в том, будет ли у него порезанный уровень боев, и какова будет вообще на ощупь уже в тестах его броня. Хорошая или, возможно, послабее, чем у ИС-8. Посмотрим. На этом, ребята, новый выпуск передачи инфа Супертеста заканчивается. Жмите лайк, если вам нравятся такие выпуски. Подписывайтесь на канал, и увидимся завтра в субботнем голдомом стриме, где мы будем разыгрывать огромное количество голды. Приходите! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok